Основная мысль заключается в том, что когда мы говорим о эффективности маркетинговых услуг, это промо, предприятие, сэмплинг, у многих такая оскомина на этой тени, потому что какой-то финальной модели существует, того, как эти инструменты влияют. Это связано с тем, что очень много инструментов, они все разные, и когда мы работаем с разными категориями, соответственно, там очень разные правила игры, и у каждого эта модель будет своя, у каждого клиента, у каждого бренда, у каждой компании. И, соответственно, это не значит, что этим заниматься не нужно, это значит, что маркетологи вас требовали, потому что этой модели нет, иначе все можно было бы посчитать без нас. Это значит, что внимание к этому вопросу, оно будет вызывать рост эффективности маркетинговых услуг. Это основная мысль. И вторая основная мысль заключается в том, что, скорее всего, зная о реалии жизни клиента, компании клиента, у них не хватит времени для того, чтобы самим заниматься созданием этих консертационных моделей. Поэтому лучше либо человек внутри, которого они на это посвятят, либо все-таки привлечение агентства маркетинговых услуг в качестве такого стратегического партнера. В принципе, вот такие вот услуги. А касательно второго вопроса, да, это то, что сейчас, на данный момент, то, как мы работаем на этом рынке, не помогает этому вопросу, не помогает усилению эффективности. Почему? Потому что мы все сфокусированы на тендерах маркетинговых услуг, практически каждый серьезный проект – это питча. И стратегического партнерства не строится, агентство сфокусировано на тендерах, клиент сфокусировано на том, чтобы минимизировать свои косты, вместо того, чтобы позволить всей этой машине работать на эффективность. В принципе, это основная мысль, это основная мысль. Спасибо вам.